Вообще, я, как вы, наверное, знаете, не очень люблю Новый год. Мне кажется, что это немножко преувеличено значение этого события, когда стрелки, в общем, каждую ночь они делают одно и то же движение, переходят за 12. Но такое праздничное настроение есть, и есть традиция. Традиция подводить итоги прошлого года. И что, мне кажется, очень важно и должно стать для нас традицией, это создание планов на будущий год, которые будут реализовываться. Не пустые мечтания, которые... Всегда приятно помечтать, особенно под Новый год, именно поэтому депрессия нарастает сразу после этих рождественских каникул. Надо не просто мечтать, надо инвентаризировать собственную жизнь, смотреть на реальные возможности и действительно строить те планы, которые помогут вам в этом новом году добиться результатов. Сейчас время – это такая вещь драгоценная, да, но тем важнее инвестировать его правильно. И когда мы находим для себя действительно такие ресурсные инструменты, которые позволяют нам лучше работать с самими собой, лучше о себе заботиться, лучше заботиться о своей жизни, использовать мышление для того, чтобы в нашей жизни всё было так, как мы этого хотим. И я надеюсь, что вам понравился инструмент, который мы придумали, и вы будете им пользоваться дальше. Факт-карты – это действительно очень такая интересная и работающая штука.